Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич Чаю не желаете? Не откажусь Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь Софья Федоровна подарила, еще до свадьбы Понимаю, а мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память, взгляните Спасибо Да Да Да, разрешите? Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. У него же калибр 210, против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Промыркали. Экипаж к бою. Есть. Огонь на маломет. Экипаж к бою. Все по боевому расписанию. Экипаж к бою. Я не могу. Полный вперед. Есть. Полный вперед. Телеграф на пол. Переходим. Метро, метро. Заряду. 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 Стой. Бли. Заряду. Продержать. Бли. Бли. Стоять! 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 Почему сбавили ход? Машинная! Почему сбавили обороты? Пашинная! Почему молчите? Мичман! Ваше высокородие снаряд! В машинном отделении перебить трубопровод! Черт! Сколько времени на ремонт? Пятнадцать минут! Александр Васильевич! Через пятнадцать минут нас в решету превратят! Да, мы прекрасные миши! Почему прекратили? Мичман! Куда? Куда меня браться? Вы живы? Александр Васильевич! Александр Васильевич! Важная серия! Пробку вступайте! Есть! Аккурат! Аккурат! Гурав! Гурав! Жив? В заряду! В заряду! А-а-а! Дорогой за неё, Канал! Блин! Есть! Ходовую рубку попали! Им теперь не до нас! Александр Васильевич! У немца повреждена ходовая рубка! Заменить первое, второе орудийные расчёты! Есть! Вахтенные! Третье орудийный расчёт коорудик главного калибра! Да пошевелите орудийный расчёт! Есть ко второму орудию! Что в вашем благородии? Хорошо, что мины сбросили, а не то! Что? Виноват! Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец! Ваше высокородие! Трубопровод починили! Хоровую рубку за час не починишь! Сейчас резервную начнется! Александр Васильевич, не надо уходить, пока есть время! Мины, мины! Полный вперёд! Телеграф на полный! Курс на пилау! Где же наша минная банка? Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта! Есть! Мирно! Господа офицеры! Позади немецкая эскадра! Впереди Фридрих Карл! Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины! Держим курс на пилау! На нашу минную банку! Вопросы? Есть вопросы! Разрешите? Слушаю! Метри от мин не пройдём! На своих же минах, господа! Сами себе могилу вырыли! Прекратите истерику, Мичмар! Идём на мины! С Богом! На молитву! Головные уборы! Долой! Господи, Божий сил! Божье спасение нашего! Призре в милости и щедротах на смиренные рабы своя! И человеколюбно услыши и помилуй нас! Все воврази наши, воежи погубите нас! Помази нам, Божий спасителю наш! И избави нас славы ради имени Твоего! Да никогда реку врази наши, Бог оставил их веки! Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои! Поддержавую Твоей всегда храним! Ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Мина по левому борту! Стоп! Приготовиться к реверсу! Мина по левому борту! Мина! Мина! Спокойно, господа! Немец вышел на прямую наводку! Ну что ж, все с горем! Реверс! Обошли на... Слава тебе, господин! Все, колесо, Жовтин! Прощайте, братцы! Сейчас у вас приключат! Приступай в Богородице! Понял, господа! Сергей Николаевич, отдайте приказ экипаж к бою! Есть! Минную банку прошли, домой идем, господа! Минную банку прошли, домой идем, господа! Несите шампанское капитану! Есть! Водгурский, возвращайтесь к нам! Свой фант вы уже отработали! Я обещал застоять на каждой игры! Водгурский! Я уже заказал для вас шампанское! Нет, не надо! Давайте, я прошу! Нет, нет, господа! Господа! Был потоплен по боевым товарищам! А что сделать вот этому фанту? Новый мундир! Решайте, Владимир! Выпить рюмку коньяку за победу! Это он сделает с удовольствием! Это точно! Надо что-то посложнее! Пускай тогда кого-нибудь поцелует! Тогда поцеловать первого, кто войдет в эту дверь! Так, только страстно и с чувством! Фант, то ваш Александр Васильевич! Ситуация Александра Васильевича! Господа, это не смешно! Первым войдет вестовой матрос, которого я, между прочим, отправил вам за шампанское! Да, как раз в духе военного времени! Контр-адмирал Колчак! По-братски целует простого матроса! Пока он не вошел, я предлагаю продолжить! Итак, что сделать этому фанту? Владимир, мы ждем! Внимание! А где он, Александр Васильевич? Он здесь! Вот вы-то мне и нужны! Александр Васильевич, меня срочно вызывает в штаб, боюсь не обернуться! Вы не проводите мою жену! Так, знаете, по-соседски, но я с ней не успею! Это Анна Васильевна! Моя жена! Да что же! В чем дело, господа? Дело в том, что Александру Васильевичу только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь! То есть, вашу жену? Да-да, ступай на свою дежурку, ступай! Александр Васильевич, просим! Я все равно не прошу вас! Ну, ой! Фанты, Александр Васильевич, просим, просим! Ну, ладно уж, ну, фанты! Сергей Николаевич, от фанты с ней оказывается! Александр Васильевич, просим, 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 замужняя дама! Извольте починяться! Подчиняться кого? Фанты, это серьезней карточной войны! Ну что же вы все про карты-то? Давайте! Дамы, господа, внимание! Красавица! Ой! 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 Славушка, веди поиграющийся. Веди, веди. Я начинаю верить в судьбу Анна Васильевна. Я сегодня, когда подходил к Хельсенфорсу, почему-то подумал, что обязательно вас встречу. Правда? Правда. Сонечка, ты помнишь наш внезапный отъезд из Москвы? Твой отец имел несчастье влюбиться. К чему это ты? Слишком уж хороша твоя соседка. Саша, у меня влюбчиво, но это всегда ненадолго, каждый раз переживать. Забираемся, забираемся. Да, я хотела спросить. Завтра будет бал у Подгорских. Вы придёте? Внимание, дамы и господа! Простите, а зачем же непременно узелки распутывать? А как раньше царь и невест выбирали? Понятия не имею. А вот так. Невесты узелки распутывают, а царь в щёлку смотрит. Если какая дёргает, сердится, то всё. Пошла вон, ленивая. Потому что царской жене в путь терпения и выдержки требуется. Так и меня бабушка готовила в невесты. Да, любопытно, любопытно. Но, простите, почему же бабушка называла вас шелковской казачкой? Так я и есть шелковская. Наши казаки на турчанках женились. У меня в роду тоже турки имеются. Да. Ну что ж, тогда за турок. С удовольствием. Мам, теперь папа адмирал, да? Контр-адмирал. Лучше бы он остался капитаном. Капитан мне больше нравится. А контр-адмирал не выговоришь. Лучше бы всего тебе было спать. Насыпай ему хороше. Больше спа покупаться не пойдешь. И что оказалось? И оказалось, что они турчанки с их гаремным воспитанием просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст путник. Клевета! Ничего подобного. Клевета и наговоры. Я бы, во всяком случае, никогда вам не отказала. Боюсь, Анна Васильевна, вы бы выбились из сил. Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Что ж, дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же. Идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я уже думала, что-то случилось. Саша. Да? У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился? Если для тебя это серьезно, скажи, но ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со слабушкой мамой уедем. В Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо. Я обещаю. Ты моя жена, я твой муж. И так будет всегда. Как слабушка? Температуры почти нет. Тебя ждать к обеду. Нет, я в собрание подъеду. Нет, я в собрание подъеду. Нет, я очень хорошо понимаю, что нельзя заставить кого-то любить или ненавидеть против воли. Но мы совершили обряд венчания. И что? Ты поклялась перед Богом. Любить меня, хранить верность. Хранить верность это как? Не ложиться в постель с другим? Ты отлично понимаешь, что... Если ты об этом, я тебе не изменяю. Господи, какой ты черебенок. Что вы крутитесь под ногами? Простите, пожалуйста. Ты... Николай Александрович, сообщите в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Ну что, господа. Александр Васильевич, мой рапорт к командованию. Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контр-адмирал. Да. Радиограмма с берега. От князя Меликова всем, кто в море. Патриарм! Патриарм! Канитары! Канитары! Прямо вокруг шепочка для связи! Стоп, машина. Стоп, машина. Машина остановлена. Бросьте, Яков. Отвести! Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма. Прибыл со слабой. Колчак. Ступайте. Слушайте. Бросьте, бросьте, бросьте! Кабель подключен. Связь установлена. Принято! Александр Васильевич, есть связь с берегом. Правый борт орудия к бою. Есть правый борт орудия к бою. Орудия к бою! Орудия к бою! Приготовились! Весели, весели, не мешкать! У аппарата командир крейсера Слава, контр-адмирал Колчак. Положение критическое! Весели, немцы, сестер, даст на правом фланге! Я буду координировать сам вашу стрельбу. Квадрат 13. Координаты. 3500, 2200. 3500, 2200. Заряду! Живее! Прицел 18. Целик 43. Бли! Бли! Принято 20. Выше три! Выше три! Зарядок! Зарядок! Бли! Немцы разворачивают орудия! Слышите? Немцы разворачивают орудия! Не слышу вас! Взрыв! 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 Господин контр-адмирал, немецкая батарея открыла по нам огонь. И что? Мы теперь в мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. Есть. Ранены. Давайте помогу. Ни времени не имеет, сейчас Сергей Николаевич, ну как бы вы офицер, вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми служили столько. Ставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации… Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна – война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да! Алло! Фронтер-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее десять, выше пять. Левее десять, выше пять! Полица! Блин! Блин! Вперед! Браться! В атаку! Вперед! 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 Стой! Стой! Вот. Это письмо Азбука и Морзе. Я старалась дома из сечебника. Спасибо вам. Но сегодня мы увидимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. А что случилось? Мы что-то не так делали? Анна Васильевна. Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему, Александр Васильевич? Потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич! Дайте мне письмо. Дайте мне письмо. Аннушка, родная, ты вся помокла? Смотри, не заболей. Ну, ладно, ладно, моя милая, поспи. Я очень устал. Ну да. Аннушка, я… Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это, пусть образ многострадального Иова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал. Я не знаю, что вы есть. Я должен знать, что вы есть. Извозчик! На вокзал, быстро! Быстрее, пожалуйста! Добрый день, господа! Надо было, Александр Васильевич, крем от загара купить. Там ведь практически курорт. Да, в Севастополе солнце не то, что на Балтии. А вы, Софи, однако, когда в Севастополь собираетесь? Простите. Господа, прошу, чай. Это твой флот. Вечером шла у Михайловского замка, слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет. Все уже есть. Исчезло. Мое и ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу, я... Я жду. Это награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно круглый, светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Пусть будущее мы видим гадательно, как сказал апостол, сквозь тусклое стекло, Но прибывает с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Получена срочная радиограмма. 2 марта. Император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Монархия была. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю. К нашему несчастью, Анна Васильевна, Революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. Куда вы нас ведете? На Кодеке, ну го. Что значит покойница? Шагай, парень, шагай. Господа, да что же мы? Отстань! Да что же мы не встанем? Рука, оберите вас! Рука, оберите вас! Не смейте! Это измена Родине! Господи! Слушай мою команду! Опомнитесь! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с адмиралом! Пошел! Пошел! Господа! Спасайтесь! Это приказ! Посрочите меня! Аплодисменты! 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 Слой! Все! Иди, господи, зарабатывай. Анушка, хорошо, что ты дома, собирайся. Что случилось, Серёжка? Адмирала Непенина убили. Как убили? Погиб? Я сказал, убили. Вице-адмирала собили прикладок. Нахололи штыками. Звери. Серёженька, не понимаю, объясни, кто убил? Звери! Господи, что же творится такое? Господи, что творится? Серёженька, успокойся. Объясни. Подпуску тоже убили. Умер у меня на руках. Вы не имеете права, Валерин. В чём дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие. В целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин. Мы уезжаем с тобой в Петроград. Как это, Петроград? Путинске. Путинске. Зачем мы уезжаем, Серёжа? Я договорился. Путинске. Да подожди. Что ты стоишь? Собирайся. Господин адмирал, я требую немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин адмирал. Пошли вон. Что это? Пошли. Ладо и мужики, на палубе разберёмся. Вахтенному офицеру объявить общее построение на палубе. Подожди, Серёжа, ну как же, ну как же я поеду? Мне на этот адрес все письма приходят, я же жду письма. Ты можешь хотя бы чемодан помочь мне закрыть? Конечно. Что же это такое? Аня. Анечка, ну пожалуйста. Тебя прошу, Аня. Паром уходит через полчаса. Если мы сейчас не успеем, аня, нам конец. Аня. Оценка. Нет. – Он мне его давал! – Отставить! – Построить команду. – Команде! Строиться! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, штаны наложили в школе? Команда строится! Смирно! Господа офицеры! – Поднять оружие! – Виноват! Вольно! Во избежание кровопролития, я приказываю офицерам сдать оружие. Господин адмирал, ваше оружие. Господин… Господин адмирал, ваше оружие. Господин… Господин! Господин адмирал! Бог! Пятерий огонь! Всеición calmly привлечь! Господин! Субтитры сделал DimaTorzok Эй, барышня! Давай с нами! Тебя сегодня не было дома, я принял почту. Тебе письма. Мне? Одно из... Спасибо. ...Севастополя. Странно, что почта еще приходит. Что-то я устал. Через три дня буду в Петрограде. Единственное, о чем мечтаю, увидеть вас, услышать ваш голос. Керенский вызывает. Я не могу не ехать. Но в Питере, говорят, небезопасно. Моряки бунтуют, рабочие. Адмирала Непенина закололи штыками. Можно хотя бы тебя на вокзал провожу? Соня! Нет. Ростислав тебя ждет. Иди к нему. Ты вернешься? Ну, конечно. Что за глупая мысль? Говорят, Керенский хочет предложить тебе пост военного министра. Посмотрим. Принял бы вовремя. А то он опаздывает. Сегодня в Михайловского замка. Сегодня. Видимо, мы с вами по-разному понимаем войну. Вы своим попустительством анархии развалили армию. Уничтожили Российский флот. Вы не забываетесь, господин адмирал? Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России. Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. За контрреволюционное настроение вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Высылаете меня из России? Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Моя семья осталась в Севастополе. Да, да, я позабочусь о ней. Попрошу союзников эвакуировать ее к вам за границу. Благодарю. Милая, обожаю мои мои, Анна Васильевна. Вы мое счастье. Как же мне быть без вас? Что? Я уезжаю из России. Почему? Зачем мы ведь? Какие у вас усталые глаза. Я... Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Простите меня. Простите меня. Простите меня. Простите меня. Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть. Ну, чё? Готово? Помолиться-то хоть дайте. Молись, если хочешь. Слышь, верёвку неси! Да зато на кастрюль truck for the No, it's not me. I don't know what it is... Её, I don't know. И куда-то уйди. Тёпи, тёпи, тёпи... Стоять, кому говорю! Госпожа Колчак, откройте! Госпожа Колчак, проверка документов! Лывай! Вон колонки выживай! Пора, Софья Фёдоровна, английский пароход через час отходит. Нет, нет, давайте я, мне кажется, у меня лучи волосы. Ну что ж, давайте. Итак, ары, оп, 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 вы такой меткий! Ну что ж, выпьем за наше желание. Даже несбыточное. Но разве от этого они становятся менее желанными? Простите, мадам. Михаил Иванович? Ванна Васильевна? Вот так встреча. Год вас не видел. Какими судьбами? Сергей Николаевич, командирован на Дальний Восток, едет. Разоружает Сихоокеанский флот. Сергей Николаевич, значит, теперь во власти? Красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Ну там ведь тоже советская власть? Там нет советской власти. Там Колчак. А разве Александр Васильевич не за границей? Керенский действительно высылал его за границу. После большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне нужно идти. До свидания. Разрешите? Ну, проходи, Анна Васильевна. Проходи. Продолжение следует... – Серёжа. – Угу. Да? Да, Аня, что? Колчак в Омске. И собирает армию. Ну, если это упрёк, то ты знаешь, что я согласился сотрудничать с властями. Потому что они позволили уехать подальше. Это, по брату, убийство. Без сына в Японии, в Китае. Это всё ради тебя, Аечка. – Я ни в чём тебя не упрекаю. – Надо полагать. Но я люблю Александра Васильевича. Сейчас я должна быть рядом с ним. Ага. Я понимаю, что это жестокие слова, но я никогда не переставала его любить. Так, ну, да-да, постой, 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 постой. – Серёжа. – Аня. Ну, да. Дай-дай-дай-дай, я помогу. – Спасибо. – Ну, что ты. Вот оно, время войны, революции. Теперь уже всё можно. Время здесь ни при чём. Засыпал мужем. Проснулся, уже, оказывается, не муж. Серёжа. Я понимаю, что тебе тяжело. Ага. Но ты должен набраться сил. Ты забудешь меня скоро. Ну, это уж позволь мне самому решать. Что ты думаешь, что это будет? Ура! Ура! Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему по долгу Верховного Правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но пометуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняю себя крестным знамением и целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. Здравствуйте, барышня. Барышня, вы кого-то ищете? Лейте, голубушка, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела. Чем-нибудь помочь вам. Милый, дорогой Александр Васильевич, я поняла, что просто больше не могу ждать. Помните, как я мечтала оказаться на палубе вашего корабля? Хоть бы одним глазком видеть вас. Незаметно? Не мешает. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас. Радоваться вашим победам, когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И сознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокое сообщество. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами не писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами, за возрождающуюся Россию. Сейчас необходимо закрепить успех и продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель уфа. Слушаюсь. Удачи вам, генерал Кобель. И с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жанен. Свершилось столько перемен. Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите, я... Я даже боюсь думать об этом. А больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Маршня. Я идущий, я идущий, и я идущий. Я идущий. Я идущий, я идущий. Я идущий, я идущий. Так, сюда, кладите. Горячую воду, быстро! Давай терпим, хорошо. И ни тронжи, не можете даже не поднимать дирижение русской армии. Следующий, давайте быстрее. Так, вот сюда. Существует... Если я вам попрощаюсь, вы мне предложите командовать мертвые чехи в течение для защиты депутата на дорогу? Это стратегично об этом. Теперь, вы можете быть в буран у нас в течение команды чехи-сердик. Спасибо, Амьямер. Спасибо. Спасибо, генерал-женнад. Мне достаточно знать, что вы есть на свете, что ничего дурного с вами не случится. Иногда видеть вас издали. Знали бы вы, как я борюсь с искушением, подойти к вам, заговорить. Я люблю вас еще сильнее, чем прежде. Вот уже который день я пишу вам это письмо. Которое никогда не отправлю. Ваше высокопревосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль. Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Хорошо, не корову, господа. Благодарю. Вот этого я не ожидал. Хорошо. Благодарю. Примите, оформите, как подарок. Офицеры и солдаты русской армии, дамы и господа, взятые Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем занял Уфу. Да, всего сотня верст отделяет нас от армии Деникина. Не разрешите обратиться. Красные прорвали фронт на трех участках, соединившись с которым мы двинемся на Москву. ура, 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 ура Милое стекло, гадательно, но пребывают с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да поможет нам Бог. Придите, пока. Бог милостивый. Слухи ходят, эвакуация будет. Куда мы их погрузим? Вы бы, Анна Васильевна, поговорили с ним, там сверху, ну, о вагонах. Разве красные так близко о том, что пушек не слышали? Слышим. А вагонов всё-таки раненым не хватит. Колчегу-то ведь некогда думать о них, а вы бы ему напомнили про нас. Вера, это невозможно. И потом не так уж близко мы были знакомы. Ну, не знаю, но не с ним. Ну, потом, кто меня слушать-то будет? У меня и одетство-то неважно. А вы всё-таки дама. Вас и выслушает, и ручку ещё поцелует. Я не знаю. Я не знаю, как вести себя в роли красительницы. Анна Васильевна, голубчик. Ну, что вам стало? Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли. От своих же. Пойдёмте, пойдёмте. Это очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Это красные, господа. Это красные, господа. Перешли Тобол. Да, алё. Это приёмная ставка юридорного правителя. Потеря Омска – это потери всего. Защита Омска равнозначна потере армии. Я согласен, мы не можем рисковать армию. Господа, ваше высокопревосходительство, решение может быть только одно – Омск удерживать последним напряжением сил. Да, правильно. Клянусь, Господом вашим, я с вами. Здравствуйте. Да что вы нас пугаете? Сдать Омск – вот катастрофа. Прошу прощения, господа. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Неважная новость, господа. Измена. Второй украинский полк перешёл на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Ещё неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин верховный правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. Куда пришли? Пусть еще не отказал! Быстрее! Быстрее! Не толстай! Не толстай! В эшелонии Б будет находиться говенет премьер-министра, то есть ваш господин Пепеляев. Хорошо. Виктор Николаевич, потрудитесь узнать, как идёт погрузка раненых. Наконец-то. Здесь будет располагаться канцелярия. И последнее КУБ предназначено для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич, можно вас. Что? По-моему, я только что видел здесь Анну Васильевну. Милейший человек! Николай! Попрошу вас! Сторон! 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 Освободите дорогу, Павел. Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты поспешью. Дожать их. Лёгких не буду хвостить. Бачков не богат. Отбивайте вагон. Не имею полномочий, мадам. Освободите второй вагон. Так там же фукцы и промышленники. Они заплатили им? Вы приказ слышали? Исполнять. Ну, вы, не ранен, грузите. Есть. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку. Оставшись с вами, более я этого повторять не хочу. Вы поедете со мной вместе в одном вакууме. Я не знаю, согласитесь ли вы отныне быть всегда рядом утром, вечером, потому что я... Потому что иначе... Я не могу без вас. Милая, мы обожаем Анну Васильевну. Милая, мы обожаем Анну Васильевну. Я не могу без вас. Продолжение следует... 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 Что это за? Уходите! Уходите! Ой, господи! Замечки! Уходите! Уходите! Здравствуйте! Здравствуйте, Василий. Почему опять встали? Чехи задержали наш эшелон. Эти сволочи решили сначала свои двадцать тысяч вагонов с награбленным барахлом прогнать. Потом, может быть, очередь найдет на нас. Черт знает, что сегодня позвали. Конвой в ружье. Занять позицию! В сторону. Майор, остановка поезда Верховного — это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Генерал Жаннен подчиняется приказам адмирала Колчака, Верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Иркутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите? За нами движется армия Капеля, и мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите? Александр Васильевич, телеграмма со станцией Коломзино. От Капеля. Разрешите идти? Свободны. И навал Коломзино. Идет напрямик. Срочно соедините с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска. В городе восстание. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Что? Коня! Почему приходили за льву? Снаряды! Снаряды кончились! В Волокове, Волокове, патроны кончились! В Лошкину беги! В Лошкину тоже нет! Чёрт! Держи! Держи! Полодец! Огонь! Здесь генерал-лейтенант Вайцековский с передовым отрядом! Ваш плюс конец. Нас стеснят по левому флангу. Боеприпасов нет. Ступайте. Слушайте. Что со связью? Со штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте! Штаб! Штаб! Ответьте, штаб! Штаб уже здесь. Владимир Воскович? Как вы здесь? Там же всё под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, полученный телефонограмм Марка Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город, никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся, нас здесь перебьют. Да вы не в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Господа офицеры! Солдаты! Братцы! Патронов нам ждать неоткуда. Да и чёрт с ними! С нами Бог! А с Богом и с молитвой мы всегда врага били и будем бить! На всё воле Боги! Раз суждено умереть, так умрём с честью! Или грудь в крестах, или голова в кустах! За веру! За отечество! Почавую! Вперёд! Привкнутщики! Привкнутщики! Василь 6. Вам нельзя, руководящие за вами армией! Все музыканты! Музыку живо! Музыку Я сказал! Музыканты! Вперёд! Вперёд! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А куда вы денетесь, господин Жанен, без железной дороги, с вашими чехами? Мы требуем передать Колчака полицентру. Мы требуем передать Колчака полицентру. Ну что ж, раз обязаны, значит охреняйте. Только, что мне сказать рабочим, которые требуют выдачи Колчака? Не дошло бы до самосуда. Тогда за вашу безопасность. Не отвечаю. И за вашу безопасность, я не отвечаю. Теперь чехи несколько раз будет. Най, блин! Камерады! Может, обойдется, доктор? Не обойдется. У вас обморожение нижней конечности. Началась поднимающаяся гангрима. К сожалению, не обойдется. Преступайте, господа. Ваше предстоятельство оставьте нас. Виноват. Господи, помоги сыну твоему вытерпеть нечеловеческие муки. Дверь закройте. Ну, с Богом. Двое со мной остальные ждать. Господин Колчак. В чем дело? Собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. Каким властям? Иркутскому полицовету. Господин Колчак, соберите вещи. Госпожа Томирева. Извините. Ничего. Нет. 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 Иркутскому полицейский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу. Спасибо. Александр Васильевич! Что же, не трогайте меня руками! Господин Пепеляев, не надо нервничать. Суд разберется. Занан же обещал, что он. Шмачно, компакт! Господин Колчак, минуту, подождите. Я требую! В чём дело? Анна Васильевна, зачем вы здесь? Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги! Назад! Госпожа Тимирёва! Анна, Анна Васильевна! Ордера на ваш арест нет. На каком основании? На том основании, что я... ...жена обмирала. Я прошу вас, не делайте этого. Позвольте мне хоть раз ослушаться вас, Александр Васильевич. Ваше право. Владимир Оскарович, я ещё раз настаиваю, чтобы вы... Я ещё раз говорю, в армии не брошу. Бог милостив. Господин эдмирал, пройдите в камеру. Господин премьер-минестор, прошу. Как там? Плохо. Выцеховский. Выцеховский. Позвольте. Берём Иркутск. Выбиваем красных. Освобождаем адмирала. Принимайте командование. И передайте войскам, что я был им предан. Я любил Родину, любил их. И свою смерть среди них доказал это. Исполняйте, друг мой. Слушаю. Как же я попался. Как же я попался. Впереди Иркутск. Впереди Иркутск. Привальничак! Привальничав! 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 Слышите, барышня, не вели на вас больше к нему подпускать. Ну, только мигом, Анна Васильевна, вы уж и не подведите. Здравствуй, Анна Васильевна. Войска капели под Иркутском. Скоро нас освободят. Любимый мой, родной. Мы выйдем отсюда. Они выдвинули ультиматум. Откуда знаете? Соседняя камера настучала. Что требует? Освободить вас. Теперь эти будут спешить. Нет, нет. Капеля решительно успеет, иначе и быть не может. Что ж ты? Анна Васильевна! Ну, пора. Идите. Идите. Не велено. Ну, я дам. Ну, я дам. Иркутск. 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 Можете не утруждать себя в продолжение. У вас есть какие-нибудь просьбы, заявления? Разрешите проститься с женой. Темирёвой Анной Васильевной. Это невозможно. Что-нибудь ещё? Затем в позицию! Вперёд! Побила гвардейца! Затем! Затем! Станови! Здесь? Да-да, здесь. Спасибо. Вам глаза завязать? Нет. А вам? Спасибо, не надо. Я так. Желаю тебе что-нибудь сказать. Прошу передать мою жене в Париж, что я благословляю своего сына. Сколько ж у вас жен-то? Ладно. Передам. А что? Уже… Давай. Прощайте, Эрмир. Прощайте. Цельсь! Пли! Прощайте. Париж. Вы втроём! Вещи аккуратно! На эту телегуу! Ага! Холод. Давай, давай, шевелись. Забёрзнай. Вы — трое! Следующего тащите! Чего-то за прорубь такая? Чудная какая-то. Какая-то кардань, ищи скрещение. Какая-то кардань, ищи скрещение. Какая-то кардань, ищи скрещение. Чёрные, большие. Больше. И потом неизвестно, реабилитировано ли. Вам это нужно? Извините, Анна Васильевна. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Где? Приготовились к репетиции. Товарищи, перерыв окончен. Всех участников съёмок прошу пройти в павильон. По местам. Сергей Фёдорович, там кареты привезли. Посмотрите? Да. Хорошо. Ну что? Нету, Масовскую, не брать. Ясно. На репетицию, товарищи, побыстрее. Заходим в павильон участники съёмок. Быстрее, быстрее, быстрее. Дали по местам. Тихо, тихо, тихо. Лишнее из кадра. Фонограмма! Вальс! Официант, пошёл! Активней, активней! Веселей, товарищи! Не мешайте, отведите, пожалуйста, в сторону. Вас сегодня снимать не будут. Вы свободны. Прекрасная баба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...